20-21 октября в России пройдут выборы в Координационный совет российской оппозиции. Тяжеловесный термин, мне об этом больше нравится говорить как о честном парламенте и о честных выборах. Главное требование Болотной площади и всех последующих митингов было требование за честные выборы. Государство сейчас уже очевидно, на все эти требования оно реагировать не собирается. Значит, единственная альтернатива это сделать для себя своими руками то, что для нас должно бы, но не хочет делать государство. Я думаю, что всем, кто работал волонтерами-наблюдателем, должно быть жутко интересно создать свой избирательный участок и провести на нем выборы правильно. Больше половины граждан России заведомо голосовали против партии «Единая Россия» 4 декабря, но при этом своего политического представительства реального они не имеют. Обрести политическое представительство, то есть людей, которые будут постоянно заниматься политической деятельностью в их интересах от их имени по их поручению, это само по себе важная задача. В Госдуме сейчас таких людей очень мало и они не имеют реального голоса, иногда их голоса лишают. Соответственно, нам надо сформировать какой-то параллельный орган. Как это сделать? Путем выборов. Единственный демократический механизм другого не придумано. Выборов среди кого? Среди тех, кто пожелает участвовать в этом. Все остальное вопрос уже технологии и сложного компромисса. Я подключился к этому процессу, когда основные параметры его уже были определены. Оргкомитет протестных действий, который функционировал с декабря прошлого года, поручил мне провести выборы, в которых будет избрано 45 кандидатов. Я не умею отвечать на вопрос, почему 45, а не 77. Уже было зафиксировано, что выборы пройдут по довольно хитрой системе, когда 30 депутатов избирается по общегражданскому списку, 5 от левых политических организаций, 5 от либеральных, 5 от националистических политических организаций. К этому можно по-разному относиться. Я отношусь так. Вот это вообще первая попытка подобного масштаба в России. И одно из важнейших значений – это набрать некоторый опыт, получить какие-то хорошие и отрицательные практики и вообще понять, что было хорошо, что было плохо. Поэтому, когда кто-то мне говорит, а вот у вас там эти курьи, гарантированные места для политических организаций, это все плохо, я говорю, окей, наверное, давайте, когда выборы закончатся, проанализируем и в следующий раз сделаем лучше. Но, конечно, не будем менять какие-то правила по ходу игры, это было бы неправильно. Нам пришлось решить несколько фундаментальных задач. Нам пришлось создать систему регистрации кандидатов, создать систему регистрации избирателей, создать систему электронного голосования и оффлайнового голосования. И все это в очень сжатые сроки, плюс снабдить это какой-никакой примерной, грубой, часто на коленке писанной, но все-таки нормативной базой, на которую можно опираться. И вообще, наверное, это в мировом масштабе довольно беспрецедентная история. Там известен и широко обсуждался казус Венесуэлы, когда кандидат, который сейчас будет участвовать в президентских выборах против Чавеса, тоже избирался всенародным альтернативным голосованием. Но малоизвестна та сторона этой истории, что там, например, использовалась инфраструктура Венесуэльского ЦИКа, реально существующих избирательных комиссий. У нас всего этого нет. Пользоваться инфраструктурой, помещениями, каналами связи, людьми избирательных комиссий мы по очевидным причинам не можем. Нам пришлось все это в каком-то виде воссоздать. Что мы сделали? Мы развернули и продолжаем до сих пор ее формировать сеть так называемых региональных выборных комитетов. Это наши, грубо говоря, избирательные комиссии. Это, собственно, 34 в 26 регионах России. И есть еще заявки, которые постоянно продолжают поступать. И мы развернули сеть, разворачиваем сеть электронных площадок для голосования. Мы не можем сделать ставку только на обычное оффлайн голосование, потому что, например, оно может быть заблокировано, сорвано административным ресурсом. И просто у нас не хватит ресурса в такие короткие сроки построить реально большую и исчерпывающую сеть. Нам, дай бог, все крупные города покрасить. Мы не можем сделать ставку только на онлайн голосование, потому что таким образом мы исключили бы из процесса выборов значительную часть населения. Поэтому нам пришлось на ходу генерировать достаточно сложный, как это модно говорить, конвергентный механизм. Мы такой механизм создали. Избиратель сможет зарегистрироваться как в оффлайне, так и в онлайне. То есть зарегистрироваться в качестве избирателя, может на сайте избирательной комиссии, может на избирательном участке. Проголосовать может как в оффлайне, так и в онлайне. И в любом случае его голос правильно учитан, и в любом случае он сможет проголосовать ровно и только один раз. Дальше, что это во многом зависит от избранного координационного света. Мы ведь совсем не знаем, каким он будет. Мы не знаем, насколько он окажется, честно говоря, работоспособным, договороспособным. Но с ним будет связано ожидание всех этих людей, которые его избрали. Большое давление стороны этих людей. Мы надеемся, что под этим давлением там центростремительные силы смогут победить центробежный. Координационный совет окажется работоспособным органом и сможет реально формулировать и заявлять политическую повестку, на которую его уполномочили избиратели. Формировать свою политическую повестку в гражданской политике, в оппозиционной политике. Продолжение следует...